Привет, братушка! Это я, тот самый парничка. И сейчас я покажу, из чего состоит фильтр для очистки воды. Тот самый фильтр из кувшина Крыни. Ну и фильтр, соответственно, той же фирмы. Получается, вот я его раскручил, принёс. Вот он, вот он кувшин. Ну, я этот уже отжил, у них же ресурс 350 литров. Это где-то, ну, примерно 3-2 месяца. Хотя можно и за день, конечно, вылить 350 литров, если бесконечно, я не знаю, ванну набирать через фильтр. Вот. Поэтому я вот разобрал фильтр, помыл его и заодно решил посмотреть. Ну, вернее, кувшин разобрал, помыл и решил посмотреть, что делается в фильтре. Здесь было где подковырнуть. Я подковырнул, ванная отвертка, здесь она всё разоломалась, разлетелась. Получается, вот она, верхняя крышка. Сюда сверху затекает, через вот эти вот отверстия. И попадает сюда. А здесь сверху лежит такой уголь чёрный. И какие-то белые шарики. Я не знаю, что за белые шарики. И вот такое вот наполнение чёрного угля с белыми шариками идёт полностью сверху донизу. А внизу, на самом дне, вот здесь вот, где эти дырочки, лежит такая вот прокладочка. Чтобы, видимо, уголь не высыпался. Да, видимо, чтобы не давать углю высыпаться, чтобы удерживать его там. Ну и плюс дополнительная фильтрация. Вот так что, вся основная составляющая, через которую идёт фильтрация, это вот это вот. Такой вот. Вот он. Уголь чёрный и белый, я не знаю, что. Мелкий такой уголь. И, кстати, нормально фильтрует. А как узнать, что не фильтрует? Появляется плёночка. То есть, когда фильтр новый, ни накипь не плавает в воде, ни наверху воды плёночки нет. А когда фильтр уже истратил свой ресурс, уже начинает накипь плавить в воде, и на воде плёночка появляется из накипи. Тогда уже становится понятно, что всё, фильтр уже своё. Отжил. Собственно, у меня начало появляться накипь. Поэтому я пошёл, купил новый фильтр, а старый вот решил разобрать. Сейчас всё это подсохнет, соберу и, соответственно, поставлю новый фильтр. Ну вот. Ну а на этом всё. Пак, и добро, братичка. Да, давай. Пока.